Прозрачным утром На мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери, уютней стало Заходи на чай Мы будем вместе листать сначала Старый календарь О дни большого города говорят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Значит, я вы жива? Да Господи, ты услышал мои молитвы Она чудом тогда спаслась Долго потом тебя разыскивала По всем больницам, моргам А я как раз приехал в Ленинокан со спасательным Отрядом, там мы с ней познакомились Ты, видимо, достойный человек Если она смогла тебя так полюбить быстро Всё было далеко не так быстро Я два года за ней ухаживал Она всё думала, что ты к ней вернёшься И только, когда надежда угасла Она приняла моё предложение И мы с ней никогда не ругались Ну, с Элой по-другому и быть не может Поэтому я не нашёл женщины в своей жизни Которая могла бы заменить мне Эврику Привык к одиночеству Тянулся в работу Ну, друзья-то, наверное, знакомили с женщинами? Да Но с каждой встречи я понимал Что Эврику мне никто не заменит Да, я тоже только в этом подвале Понял, что самое главное в жизни Это семья Мой сын же? Да Я усыновил его Парень у вас? Всё гладко прошло, без шума Отлично А теперь нужно навестить жену Захарова Посмотрим, как он запоёт Ну что? Теперь ты к нам на коленях приползёшь? А, Андрей Петрович? Эва, а где Андрей? Я уже несколько дней его не вижу У него работы очень много Иногда на ночь там приходится оставаться По ночам? Он раньше вроде не работал Что-то случилось, а? Ну, скажи, поделись Может, поможем чем-нибудь? Мелетина Петровна Всё хорошо Всё в порядке И вот Тимура Я утром его видела Он сказал, что после института Сразу придёт домой Тимур мне звонил И сказал, что он задержится Ну что-то ведь случилось Я же вижу Ты просто из-за своей гордыни Не хочешь мне рассказать Ничего не случилось Мелетина Петровна Какое ваше дело? Что вы каркаете? А даже если у меня в семье Какие-то проблемы Объясните, почему я вам-то должна Об этом говорить? Что это за любопытство-то такое безудержное? Ты понимаешь, какое это для меня потрясение? Только какой он теперь мой Ну ты же не виноват, что не растил его А расскажи, какой он? Он в детстве очень болел У него тационный синдром Порок сердца И необходимо было лечение Поэтому мы из Новосибирска и уехали А как Эва попала в Новосибирск? Я ее увез В Ленинакане же были сплошные руины Да До сих пор тяжело вспоминать Там в Новосибирске я занимался наукой Жил в академгородке Была большая квартира Я предложил ей пожить Ну а потом мы полюбили друг друга Потом уехали в Москву А в Москве я преподавал в институте последнее время И так по научной работе соскучился Что когда предложили, я даже не задумывался Что я синтезирую Главное для кого Лечение Тимура Наверное, не дешево обошлось? Да ерунда А при чем здесь деньги, когда речь идет о здоровье ребенка? А лечение помогло? Или он по-прежнему себя так чувствует? Нет, все в порядке Все помогло Конечно, он здоровый парень На втором курсе учится Мы его с детства отдали в секцию караты И теперь он боксер, спортсмен Умница Все хорошо Он тебя полюбит Наверняка Иначе быть не может Родная кровь, ну сразу видно Я же тебя увидел, сразу почувствовал что-то знакомое Вы очень с ним похожи А ты считаешь, нам стоит с ним познакомиться? Есть и другая раковина Может, прекратишь? Вы о чем? Перед Колей хвостом вертеть И свои прелести сомнительные на показ выставлять Или ты думаешь, что я твои старания не замечаю, что ли? Ну, а если вы заметили, что мне Коленька нравится Ну, помогли бы найти подход к его сердцу Я же вижу, как вы к невестке своей относитесь Да, Инга, мне не нравится Да и что? Но ты верти хвостка В невестке нет цель Это я еще посмотрю, целить мне или нет Может, и вас спрашивать не буду Ну, а прелести мои, может, конечно, и сомнительные Но мужчинам нравится Зря стараешься Коле другая женщина нужна Нежная, добрая А ты всем улыбаешься Ну, а то, что я много улыбаюсь Это же не порог Значит, Коленьке со мной весело будет, а? Радовались бы, что не истеричка какая-нибудь Да что это мне? Сегодня все хамят, а? Всем здравствуйте! Здрасте! И вам не хворать, Михаил Андреевич Ну, как? Обживаетесь на моем месте? Да, так видите, мне не привыкать И не от места жительства Я всю жизнь на колеса так вот решил Наконец-то осесть Вам понравилась наша квартира? Да Люди хорошие Веселые Справедливые Да, и вообще Честно говоря, я даже не ожидала Что вы проявите такое понимание В отношении Ольги Не выгоните ее Я прошу прощения за тот холодный прием В первый раз Ради бога, извините Ладно, Мельтинка Петровна Я очень рад, что все разрешилось Полюбовно, так сказать К удовлетворению Всех участников конфликта Да, Михаил Андреевич Значит, так, смотрите Это ваш стол Так, это ваша полочка Ну, полотенечко, я не знаю Ну, вводите какое-нибудь Прибьете, да? Повесите Так, что еще? А, значит, вешать белье Можно в коридоре Прям в коридоре И конфорками, я думаю, любыми можно пользоваться Спасибо Спасибо, Раиса Сергеевна Я разберусь А скажите, на вас все ее устраивать будете? Вы Алла Алла Конечно, буду Алла Вот немного Побыкнусь Вещи разберу А вы знаете, между прочим Есть такая примета Первым нужно в комнату Внести стол И икону Чтобы жизнь здесь Счастливая была Вот А еще есть Такая примета По углам намазать медом Чтобы сладкая была Ну, Елена Петровна Вы же все приметы знаете Просто кладезь русских традиций И вы сразу видно Вот очень мудрая женщина Ой Ну, собирай немножко Вы знаете, ведь в приметах Мудрость народная собрана Это точно Вот так Давай с тобой чаю попьем С твоим любимым зефиром Спасибо, я Я не хочу Тогда пойдем погуляем перед сном Не хочу я Ну, пойми Я устал Степин кран этот ремонтировал Я же все вижу, Коль Трудно тебе, да Со мной теперь жить Все разладилось Ты думаешь, все так легко, да Вот ты так погуляла Вернулась И все в порядке Трудно Я все понимаю Я не виню тебя Готова ждать, сколько понадобится Лишь бы ты нашел в себе силы простить меня А я вообще не знаю Удаст ли нам все это Как-то починить Ты знаешь, у меня такое ощущение Что вот ты взяла И что-то очень дорогое для меня Вот в грязи вымазала Знаешь, а в архитектуре так бывает Кажется, что здание разрушено до основания Что легче новое построить Знаешь, не всегда Ты реставрируешь, и он состоит века Я очень хочу Сохранить нашу семью Вижу, у тебя нет настроения Ладно Пойду сама прогуляюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Конечно-то Ты должен встретиться и с Тимуром, и с Эвой Я очень хочу их увидеть Ну, стоит ли ворошить прошлое? Ну, я же должен рассказать, кто и как меня спас Может, не стоит говорить все правду? Я не привык врать жене Причин не было и не научился за все эти годы Да Они имеют право знать всю правду Сегодня ехать уже не стоит Эти гады наверняка около дома караулят Мы поедем завтра утром А сегодня пора спать Я тебе покажу твою комнату Так, ну, я вижу, что Соседям вы понравились Так что проблем у вас с ними не будет, да? Да я вообще человек уживчивый Ну, это хорошо Вы уживчивые, соседи добрые Так, маги все у вас И ключи? Да, ключи тоже У вас тоже, да? Ой, дедушка, да куда же ты пропал-то, а? Я тебя жду-жду Ты же на прошлой неделе еще должен был С дачи вернуться Дедушка мой Да ты как? Ты скажи там, огород-то, ну, прибрал все? Михаил Андреевич, хрестом Богом, прошу, подыграй Это все после, объясни Огород-то это, да, прибрал все Прибрал, малину прикопал Ох Ну, осталось там кое-что, листва Ну, ну, просто, ну, просто Конечно, молодец, молодец Ладно, ты мне позже все расскажешь, ты познакомься Вот, это, это Кьяра А это вот дедушка мой, Михаил Андреевич Дедушка Михаил Андреевич Очень приятно, Кьяра Не думала, что, вау, такой молодой дедушка А сколько же вам лет? Мне-то это восемьдесят А, вы знаете, вообще у нас в роду женщины рано рожают, а мужчины живут долго И главное, на здоровье не жалуются, да, дедушка? Да, на здоровье не жалуемся Очень хорошо Ага, ну, все, простите, мы вынуждены вас оставить, Кьяра Доброго, до свидания О, осторожная И вам тоже Саша, просто молчи, просто молчи Что это за представление такое? Что цирк уехал, клоуны остались? Угадали, местный шут Ну, вы не волнуйтесь, он такой, не буйный Странно, в прошлый раз показался мне адекватным Она не его временами находит Ой, вы знаете, здесь у соседей еще столько разных причуд Ну, поживете, увидите, сами Ну, одно вижу, что скучать не придется Боже мой, где-то я Мой Руслан, прости, заснула Ничего, чай хочешь? Боже мой Чем же я так вчера напилась-то, а? Всю съемочную группу подбила, съемки сорвала Ой, режиссер меня уволит Ты брось, ты брось такое говорить Никуда он не уволит С кем не бывает такого? Да с нормальными людьми этого не бывает Я и ненадежная Не волнуйся, он тебя никуда не уволит Я тебе честно говорю Не успокаивай, у меня конец актрисульки Ну, что ты такое говоришь? Ты выспишься, все поймешь Утром вечера мудренее Да, ты прав Спасибо, поеду-ка я домой Слушай, ну хочешь, что это у меня, оставайся Я на полу лягу, если что Да нет, знаешь, я спасибо, там и поеду, наверное Не, ну на самом деле, ну блин, ну что ты поедешь Ты сей за весь город, попрешься туда Тебе оно надо в таком состоянии Ну, оставайся Ты правда хочешь, что там у меня осталось? Спасибо Да, да Вы позволите? Степан Заходите Спасибо Ну, вы, наверное, подумали, что я Моненько-то того, да? Ну, вообще-то, мелькнул такая мысль Не мог же я в самом деле поверить, что вы мой внук Это да, это я переборщил Старовато я Для внука надо было сыном представиться, но Да у меня и с детьми это не густо А, так вы позвольте, я вам сейчас объясню все Проходите, проходите, садитесь Спасибо О, ну, в общем так Я познакомился С девушкой моей мечты Она итальянка Я переписывался с ней по интернету Ну, в гости ее звал А она вдруг возьми да согласись Ну, вот и приехала А главное, неожиданно как Прямо, прямо из Италии Ну, какая легкая на подъем-то А что это она вот на итальянку-то не больно похожа А у нее корни русские Ну, в общем, ну не мог же я перед ней в грязь лицом ударить Все-таки у них в Италии уровень жизни-то Да, да, разительное, разительное различие Да, ну, в общем, чтобы девушку не шокировать Я ей написал, что квартира эта моя Вот, а вы, соседи мои, родственники Приехали ко мне погостить Ну, и живете тут, значит Простите уж меня за то, что я втянул вас в такую историю Да ладно, хорошо, что хоть объяснили А то я и в самом деле ведь подумал, что вы это, не в себе Нет, что вы, я на самом деле безобидный Я даже когда пил, сильно не буянил Ну, по-моему Короче говоря Вы не согласились бы две недели побыть моим родственником А что, все соседи согласились? О, все, да, знаете, они у нас золотые Легко вошли в мое положение Хотя, конечно, некоторые бурчат Да, вот Раиса Сергеевна говорил, что вы все тут как одна дружная семья Это точно Знаете, у меня даже тост созрел по такому случаю Я предлагаю выпить за то, чтобы в нашем доме всегда царила атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи Ну, что ж, тост хороший Ну, и чтобы в этом доме всегда жила Любовь О, надеюсь, она возродится Да Можно кидать? Коля Ну, конечно, можно Тебе всегда можно А что такое? А что мы такие грустные? Что, мать опять бушует? Или жена упрямится? А? Кто обидел моего Колю? Кто расстроил такого мальчика, маленького, такого нежного, доброго? Кто? Дурдом Что ты зашел к тебе немножко передохнуть? У тебя спокойно Да? Ну, сейчас все проблемы, как рукой снимать Да М-м-м-м СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А у тебя что, там за горе такое непоправимое? С девушкой с твоей, с моей. Ну, рассказывай. Может быть, тебе тоже надо как-то на ситуацию с другой стороны посмотреть. Да я смотрел уже и так, и сяк. Картинка не меняется. Такое чувство сильно. Да. Знаешь, я, наверное, просто однолюб. А она другого полюбила? Ну, поначалу у нас как-то взаимно все было. Потом я в армию шел. Мама там ее, в общем, она хотела, чтобы жених у нее был такой, чтобы ты себя значил. Я что, у меня ничего нет. Хорошая мама. Да, очень. Тут этот еще Игорь подвернулся. В общем, третье, пятое, десятое. Так и получилось. Самое обидное, что она не написала, что она замуж вышла. Я, значит, приезжаю и тут с Игорем встречаюсь. Кошмар. Разлюбить не смог, да? Да нет, конечно. Тем более, она до сих пор сейчас мои чувства подпитывает. Тоже ничего забыть не может и приходит сюда ко мне. Вот оно как, да? Да. Поэтому я еще на что-то и надеюсь. Вот дурак. У нее скоро ребенок, а я еще о чем-то думаю. Да. Хочешь, фотографию покажу? Ну, конечно. Вот. Детская фотография. Я ее что в детстве любил, что сейчас люблю. Обыкновенная девчонка. Ну, какого-то, может, и обыкновенная для меня. Она необыкновенная. Она сейчас другому. Ребенка родит, а я... Дурак вообще. Я до сих пор ее люблю. Вот как она думает в жизни. Да. Ну, так как? Нравится вам здесь? Да, очень. А то мы можем в какой-нибудь другой ресторан пойти. Хотите? Ну, японский или, может, итальянский? Нет, зачем? Мне здесь очень нравится. Максим играет такую душевную музыку. Мне хорошо. Ну, да. У меня Макс молодец. Да. У нее тоже музыка нравится. А может быть, тогда десерт, торт, пирожное? О, нет, 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 нет. Спасибо. Лишние калории к вечеру ни к чему. Я... Понимаете? Да, Кьяра, бог с вами, вам не нужно. Вы так, такая стройная, красивая. Спасибо, я знаю. Нет, нет. Племяш, ну что за молчалка? Давай сыграй нам что-нибудь. Сейчас будет романтическое. Ну что, Коля, как настроение? Тебе легче? Да нет, никуда мои проблемы от меня не делись. Я к тебе от них убегаю, забываясь на несколько минут. Да. Ну, знаешь, Коля, я рада, что хотя бы эти несколько минут тебе со мной хорошо. Да, вот обнимаю тебя и как будто вношусь в другой мир. А потом все мои проблемы опять на меня набрасываются, как свора собака. Угу. Так ты устал? Устал, конечно. Устал, эта усталость не один год копилась. Знаю, Коля, что ты ко мне можешь прийти в любое время. Хоть днем, хоть ночью я тебе всегда помогу, чем смогу. Ммм, хорошая ты женщина, Алла. Да. Добрая. Отзывчивая. Ну как, со всеми перезнакомились? Да вроде со всеми. Угу. Вот кроме Элеоноры Фридман. Она что, здесь совсем не живет? Ну почему живет? Она в соседней комнате, вот, с кухней. Да я ее видела. Мы вместе с ней Степку провожали на свиданку. Вы знаете, она очень редко выходит из своей комнаты. Она очень любит одиночество. А она давно здесь живет? Ну, наверное, где-то с 58-го. Они с мамой вернулись. Вот как раз была Хрущевская, это оттепель. Вот они как раз вернулись из ссылки. Угу. Да, я слышала, что при Сталине, вот, вся эта квартира большая принадлежала им. А как вы думаете, сколько ей лет, по-вашему? Ну, я думаю, что лет 50. Ну, может быть, 55. Ну, такая молодая. Хотя нет, вы знаете, она нам рассказывала про ссылку, про арест. Она так хорошо выглядит, она совершенно не стареет. Вот интересно, в чем загадка, а? Да, интересно. Почему? Почему? Я думаю, что это все за то, что она невинно пострадала. Что долгое время была с ссылки. Вот, наверное, и милует ее Господь. Может быть. Браво! Браво! Спасибо! 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 Степан, у вас замечательный, очень талантливый племянник. Да, этот весь в меня. О, да! Ну как, даме понравилось? Да, спасибо, было очень хорошо. Спасибо большое! Пожалуйста, я очень рад, что моя музыка находит по актонику среди итальянской публики. Вы знаете, я вообще считаю, что музыка интернациональна, по сути. Э-э-э! Ну, тебе, спасибо тебе, внучок. Иди с Богом. Порадовал ты меня, порадовал. Как, внучок? Я думала, что это ваш племянник, Степан. Я не очень понимаю, как. Так, видите, сколько их ко мне понаехал-то, с обеих сторон. Одни приезжают, другие уезжают, живут. Я уж, честно говоря, в них и запутался. Кто он? Да не важно. Какая разница кто? Главное, по духу человек-то близкий. Это самое главное. Я подготовлюсь, пойду. Спасибо. Да, иди, иди, иди с Богом. Знаете, у нас Виталий тоже очень любит родственников, но не в таком количестве. Не, а у нас в России обычное дело. Да. Странно, я уже гостила как-то, помню, в русской семье, и там была по-другому. Я хочу сказать, что я впервые встречаю такого открытого, такого очень доброго человека, как вы. Знаете, у тебя как в том кино советском получишь. С девчонками поспорил, что он с тобой будет встречаться, да? Ой, ну да, я совсем маленькая была, глупая. Назло парню с ним поспорила с подружкой, что две недели с ним просто встречаюсь. Ну, а парень, вот этот Седвара, действительно влюбился. Ну, мне листило, естественно, королеву себя корчило. Ну, а две недели прошли, я его бросила. Нашла какой-то там повод дурацкий. А на что спорили-то? Поспорили на огромную шоколадку. Знаешь, бывают такие килограммовые. А потом я как-то иду по двору, он на скамейке сидит, и вдруг слышу, что не слиплось. Вообще, кошмар, мне так стыдно было. Думала, сквоземлю провалюсь. Кошмар. Только тогда поняла, как жестоко выступило. Ну, главное, ты сейчас понимаешь, что хорошо, что плохо. На своей шкуре испытала, что значит страдать от неразделенных чувств. Ну, хорошо. Все, ты же сделала выводы. Ну, сделала. Главное, чтобы любили тебя. Все. И надо это ценить. Все, в следующий раз у тебя все будет взаимно, все получится. Ой, до следующего раза еще дожить надо. Что за пессимизм опять пошел, а? Ну, скажи, многим ли в 19 лет выпадает такой шанс заниматься в кино? Единицам. А у такого еще режиссера, как наш. Да-да. Ну, так все. Пользуйся этим моментом. Есть, сэр. Двоминутная слабость. Вот, теперь я узнаю нашу настоящую Ленку. Собранную, целеустремленную и слаженную. Вы знаете, вообще в Москве очень много памятников таких интересных. Вот, например, перед зданием Института военной медицины установлен памятник собаке Лайке. А, это та, которая первая в космос летела? Да-да-да. В этом институте в 1957 году собаку готовили для полета в космос. Готовили, но уже знали, что не вернется обратно. О, это очень грустно, Степан. Да, но, понимаете, только так ученые могли понять, как невесомость, как перегрузки могут повлиять на организм человека. Знаете, вы очень интересно рассказываете, Степан. Правда? Спасибо. А еще в Москве есть памятник дворнику. Да, такой здоровенный трехметровый работяга с метлой. Знаете, это очень верно, потому что у вас в Москве много мусора. Да. Да, у нас в Италии немножко... Мне простите. Не то, что вы. Нет, в Москве дворником, знаете, как тяжело живется. Да? Да, но все равно у нас очень много памятников. Очень много красивых мест. А знаете, что, Степан, давайте мы завтра с вами обязательно поедем, посмотрим на какое-нибудь из этих мест памятников. А сейчас давайте поедем домой, потому что я очень замерзла. Вы меня простите, господи, я совсем... Простите, пожалуйста. Просто у нас время немножко теплее и акклиматизация еще нет. Да я дурак, просто не помню. Сейчас такси. О, такси. Осторожнее. Я иду, иду. Да, грязь. Спасибо. Спасибо. Осторожно. Спасибо. В Смоленском СИЗО привидение заставило рецидивиста написать чистосердечное признание. Ой, господи, батюшки. Открылась дверь и... Ой, батюшки. Ой, господи. Ох ты, а? Ты что же хочешь бабушкиной смерти, да? Опа. Ах ты. Бабуля. Я тебе сейчас покажу. Бабуля. Я тебе сейчас пришиву. Может быть, уже хватит читать про эти паранормальные явления, бабуля? Людей бояться надо, бабуля. Враги человека близкие его. Это ты разбудил во мне врага. Я тебе сейчас покажу. Ах, я тебе сейчас... Я тебя сейчас устрою. Знаете, Стефано, я сегодня очень чудесно провела день, я очень вам благодарна. Спасибо. Да ну что вы, Кьяра, мне ведь тоже очень нравится проводить с вами время. Правда? Правда. Грати. О, спасибо. Извините, немножко буду. О, Боже, что это? А. Это книжка? Это... Это мой талисман. Как? А талисман? А как он работает? Вот так? Нет, позвольте. Вот смотрите. Открываем наугад. Вот, читайте. Читать? Родился Петр Первый. Вот, это наш великий царь. А, ну да, я знаю, конечно. Или вот смотрите, раз. Так, день памяти Макария Оптинского. 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 Да, да, да. Или вот, раз. День защиты детей. Детей. Да, а это вообще мой любимый праздник. Да, правда? А здесь все дни помечены, да? Ну, да. Как? И как? Что? Почему? Ну, понимаете, я встаю утром, открываю его и смотрю, вот, что интересного в этот день произошло в жизни России. Я понимаю, Стефана. Это, это благородно. Это, я поняла, это связь, чтобы почувствовать связь со своей страной. Вот это, да? Ну, да, да. Да. О, благородно, очень я уважаю. Я очень рад, что вы меня понимаете, Кера. Спасибо. Возьмите. Ага. Макс, ну что за розыгрыши такие, а? Ну, ты посмотри, бабушка до сих пор себя прийти не может. Валерьянку стаканами пьет. Ну, отец, ну ладно. Чего ладно? Ну, я не хотел. Ну, не хотел ее так испугать. Знаете, в конце концов, тоже меня начали забавлять уже все эти, вот эти трепет и ужас перед переведениями, вот это чтение газет, все. Ну, я не удержался. Слушай, ну что значит не удержался? Бабушка пожилой человек. Ты понимаешь, что я эти потрясения ни к чему? А в следующий раз еще скорую придется вызывать. Ну, ладно, уж простите меня, не хотел. Простите меня. Все уже, она меня уже отучила сегодня подушечками, просто... Ревешка бы тебе не считаешь. Да, 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 и вот в угол на горох. И человеку девятнадцать лет, дурит, а на все восемь. Слушайте, а помните, да? Это как в детстве сейчас. А помните, я как-то по стройке бегал, у меня тогда плита чуть не упала. Вы тогда кричали мне, помните? Они это же слова кричали между прочим. Ну, хорошо, помним. Дальше что? И наказание мне тогда не сговариваясь одно предназначено. Вот сейчас к чему ты это все рассказываешь? А знаете, хочется, чтобы всегда вот как в детстве так же было, так же дружно. Вот ты опять, опять ты вот... Опять ты разговор в сторону уводишь. Ну да. А то же Макс к маму никогда не вернется. А Коля сегодня ко мне опять приходил. Мам, вот зачем мне знать про ваши отношения? Ты подругам лучше рассказывай. Нет, ну просто говорила, что у него очень крепкая семья. А мне, как видишь, не так много времени понадобило, чтобы ее разрушить. Да он позабавится только с тобой, останется с Ингой. Ты вспомни свою предыдущую безумную любовь. Надолго он от жены ушел? Нет, Светуля, ты ошибаешься. Коленька, он не такой. А с чего ты взяла, что он другой? Ты его знаешь всего ничего. Я это уже успела понять. Что ты успела понять? Какой он в постели? Почему ты сначала человека в постель затаскиваешь, а потом решаешь, а какой же он интересный человек? Нормальные женщины как раз наоборот поступают. Нет, Светуля, ты ошибаешься. У нас с Колей все очень гармонично развивается. И духовно, и физически. Интересно, что же ты ему такого духовного можешь дать, чего жена не может? А я, Светуля, его понимаю и поддерживаю. А с Ингой у них уже давно понимание ушло. Так что грядет тот день, когда Коля станет полностью моим. Ну, как мы себя чувствуем? Хорошо. Что? Евгения Семеновна, можно я позвоню? Семье или? Или. Понятно. Руслану, значит. Нет, не разрешаю. Пожалуйста, только на две минутки. Позвонишь ему завтра. А то сейчас разнервничаешься перед сном, а тебе волноваться нельзя, тем более на ночь. Так я наоборот, я нервничаю, когда никаких новостей от него нет. Так, послушай меня. Я твой доктор, и я знаю, чего ты нервничаешь. Если ты будешь меня во всем слушаться, то мы с тобой сможем родить здоровенького малыша. Да? Да. Поэтому закрываем глазки. Закрываем глазки. Вот. Вот. Засыпаем. И думаем о себе. О ребенке. И о том, что ты во что бы то ни стало. Его сбережешь. Спи. Руслан, я тебе все-таки очень благодарна. Так обо меня заботишься. Другой бы плюнул. Да ладно тебе. Мы с друзьями. Ты хорошая. А вы... Вы, наверное... Элеонору Генриховну Фридману. А вы, вероятно, наш новый сосед. Такое ощущение, что мы встречались с вами раньше. Вы меня с кем-то перепутали. Тимур опять недоступен. Что-то не так. Ну, а ты Эве-то звонила? Да звонила. Она сказала, что все хорошо. Возможно, разрядился просто телефон. Ну, чего ты тогда переживаешь? Наверное, он уже давно дома и спит. Лариса, он не мог лечь спать, не позвонив мне. Слушай, давай выпьем кофе. Не хочу я. Ну, ты понимаешь, он, наверное, сильно устал. Хотел позвонить, но не смог и вырубился. Я вот, например, когда прихожу с работы, я ничего делать не могу. Я еле-еле доползаю до кровати и уже ни с кем разговаривать не могу. Лариса, у меня за эти дни по десять раз на дню звонил. А сообщение вообще без счета слал. А тут такое молчание. И у Эвы еще голос, как из могилы. Мертвый. Ну, не знаю тогда. Что-то не так. Я вот чувствую, что что-то не так. А, боже мой, боже мой, Тимур, ну где ты, а? Черт. Алло, алло, Тимур? Муж дома? Нет. А вы, собственно, кто? А, нет пока дома, да? Ну, ничего, скоро появится. А вы знаете, я вам даже завидую. Андрей Петрович настоящий ученый, замечательный, замечательный муж. Как только услышал, что опасность угрожает его семье, нашел способ таки сбежать от нас. Да. Андрей сбежал? Я думаю, он скоро появится у вас. Вот только не советуем играть в фрятки. Да-да, Тимур у нас, и если ваш муж не объявится в течение суток, сыночку конец, и не вздумайте хоть что-то, кому-то пикнуть. Господи. Господи. Андрюшка. Все. Все. Значит так, Оля. Если ты сам не расскажешь Инге о наших с тобой отношениях, это сделаю я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...